У детей чаще стали выявлять неврологические заболевания. Такие данные озвучили врачи на втором съезде Евразийского сообщества детских нейрохирургов в Нур-Султане. По наблюдениям специалистов, чаще всего у детей обнаруживают врожденные аномалии и пороки развития центральной нервной системы, опухоли головного мозга и гидроцефалию. Нередко к болезням приводят травму, полученную в ДТП или в результате падения с высоты. Впрочем, благодаря оснащению поликлиник с специальной аппаратурой фиксируется высокая выявляемость и диагностика этих заболеваний. На съезде в столице ведущие нейрохирурги из разных стран мира в течение двух дней будут отмениваться опытом. Стоит отметить, что ежегодно в Национальном центре нейрохирургии проводят более 3000 операций взрослым и маленьким пациентам, в том числе детям с наиболее сложной патологией нервной системы. Идет увеличение врожденной аномалии. Очень часто стали встречаться крайнестые нозы. Очень много стало появляться врожденных гидроцефалий, осложненных поликистозов. С чем это связано? Сложно сказать. Скорее всего, это не один фактор. Скорее всего, здесь есть и экология, и, скорее всего, наша еда. Все это вкупе. Может быть, даже где-то родители не слишком готовятся к рождению детей. Надо искать причину всех этих аномалий и бороться уже не с последствиями, а, скорее всего, лучше бороться с профилактикой. Сегодня государство закупает очень много нового оборудования. И хотелось бы, чтобы это оборудование использовалось на 100%. А для этого людей нужно образовывать. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы поднять уровень оказания медицинской помощи и в детской нейрохирургии, не только, нужно людей учить. Темы будут рассмотрены самые разные. От черепно-мозговой травмы, как наиболее демографические, социально значимые проблемы. Гидроцефалий, нейроонкология. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!